Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрики, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегас. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Я всё знаю, Алисия. У меня есть доказательства. Где же Рудольфо? Доказательства Луизы Фернандо? Кто тебе поверит? Куда звонишь? В психушку. Тебе надо лечиться. Не мечтай, Алисия. Я в своём уме. Не считай меня сумасшедшей. Что ты делаешь? Я пытаюсь утихомирить сумасшедшую. Алисия! Ты опасна? У тебя приступ паранойи. Алисия! Ты еще одиада. Да? Ну, продолжай. Алисия! Прекрати! Всё равно тебе никто не поверит. Неужели? Луиза Фернандо, мы здесь одни. Правда, есть ещё Лилиана. Но она не в счёт. Ты сошла с ума. Свихнулась. Ты, Луиза Фернандо, невменяема. Твоё место в психушке. В психушке. Ты сумасшедшая. Сумасшедшая. Алисия! Прекрати! Алисия! Ты думаешь, мне легко? Не легко. Но ты очень нужен мне и Ариане. Конечно. Но Фабиан нужнее. Неправда, Густаво. Хватит, Алехандро. Я устал. Мне надоело жить во лжи. Что ж, ладно. Но пока ничего не говори. Почему? Из-за мамы. Если она узнает, то вмешается. А я этого не хочу. Алехандро. Сколько можно врать? Разве ты не видишь, что это замкнутый круг? Густаво, умоляю. Не ради себя. Ради неё. Не знаю, Мириам. Не понимаю, почему Фабиан вдруг уехал. Может, Веченца сказал правду? Тогда ничего удивительного. Всё это очень странно, Мириам. Мы с Фабианом ничего не скрывали друг от друга. Ты зря волнуешься, Динора. Знаю. А если он разлюбил меня, вдруг я ему больше не нужна? Динора, сначала поговори с ним, а потом делай выводы. Одному Богу известно, когда мы увидимся. Я уверена. Раз он ушёл, значит, так было надо. Он уладит свои дела и сразу позвонит. Не знаю. Надеюсь, ты права, дорогая. Иначе я сойду с ума. Вот что, Динора. Поезжай домой и отдохни. После несчастного случая тебе лучше забыть на время о работе и побыть дома. Да. Да, забыть, отдохнуть, расслабиться. Будь что будет. Отдыхай. Я был неправ, но и вы тоже. Эй, парень, минутку, сеньор, послушайте. Дайте мне сказать хоть слово в своё оправдание. Что ж, говори. Что ты хотел сказать? Это всё она. Она. Я не виноват, что она сама затащила меня к себе в постель. К тому же вы... Вы сами помните? Вы как-то просили меня её развлечь. Меня нисколько не мучает угрозение совести, что я с ней переспал. Меня не интересуют эти подробности. Мне больно из-за твоего предательства. Вы хотели, чтобы я... ...как последний дурак... ...воспитывал вашего ребёнка? Не так ли? Если хотите... ...знать правду... ...спросите её сами. Нет уж. Достаточно. Все свободны. Продолжим завтра. Пока. Прости, Исабель. Я не хотел мешать. Мы уже закончили. Как дела? Садись. Хорошо. Спасибо. Почему ты здесь? Я зашёл повидать тебя, а заодно... ...надеялся встретить дядю. Это невозможно. Почему? Вы что, поссорились? Нам не из-за чего ссориться. Давай сменим тему. Рана ещё не затянулась. Прости, я не хотел тебя расстраивать. Как ты? По глазам вижу, что-то стряслось. Как всегда, Исабель. Луиза Фернандо... ...по-прежнему ищет ребёнка, ...которого нет. Ты уверен? Конечно. Так мне сказали в больнице. Я оплатил похороны... ...и получил все документы. Они дали мне справки и заверили, что ребёнок умер, Исабель. Не понимаю, какие могут быть сомнения? А она, Рудольфо? Она чувствует, что он жив? Думаешь, она права? Ну, скажи же, Исабель, думаешь, я должен верить Луизе Фернандо? Рудольфо, Луиза Фернандо одна. Она страдает от того, что ты безразличен к ребёнку. Нет, нет, неправда. Я просто не допускаю мысли, что ребёнок жив. Это невозможно, Исабель. К тому же, я не хочу, чтобы Луиза Фернандо... ...тешила себя пустыми надеждами. Нет, это невозможно. Невозможно. Вот и всё. Ты должно быть счастлива. Наконец-то ты видишь перед собой неудачника. Меня выгнали с работы. Но на самом деле ты жутко расстроена. Бедняжка. Больше ты меня не увидишь. На самом деле я очень рада. Дон Хуста перестанет волноваться. А ты найдёшь другую работу. Мири, у меня же нет диплома. И я даже... Я даже не могу попросить рекомендации. Мой тебе совет. Возвращайся в университет. И подумай, как обеспечить свою подружку и сына. Совет не по адресу. Почему? Разве это не твой сын? Мириам, разве можно верить Бон-Бон? Ответь, как её подруга. Ладно. Забудь, можешь не отвечать. Кого я спрашиваю? Вы с ней два сапога пара. Нет, Мигель, Энрике, не жди оправданий. Если у тебя есть сомнения, сделай тест на отцовство. Мы знаем, что ребёнок не от Игнасио. Но нам неизвестно, действительно ли мать этого ребёнка Бон-Бон. Почему тебя это так волнует? Во-первых, это ребёнок. Ему необходима забота и любящие родители. А во-вторых, он может оказаться сыном Луизы Фернандо. Думаешь, ребёнок Бон-Бон – сын Луизы Фернандо? Не думаю, Мигель, Энрике. Я только предполагаю. Однако Луиза Фернандо в этом уверена. Если ты всё узнаешь, наверняка Бон-Бон от тебя отстанет. Пожалуй. Посмотрим. Дон Куста, вы уходите? Не хочу тебе мешать. Нет, останьтесь. Вместе веселее. Не беспокойся. Мириам скоро придёт. А пока я составлю вам компанию, ладно? Садитесь. Дон Куста, честно говоря, не понимаю, как Мириам оставляет вас одного? Хотя она всегда любила погулять. Ты имеешь в виду Мириам? Она повзрослела. Но раньше она любила поразвлечься. Она познакомила меня с Игнасио. Я этого не знал. Ещё бы. Мириам такая скрытная. До встречи с ней я была глупой провинциалкой. А теперь вот во что превратилась. Я всегда думал иначе. Я считал Мириам домоседкой. Дон Куста, вы не поняли. Я её уважаю. Благодаря ей я познакомилась с Игнасио. Уж кто-кто. Она знает, с кем водить дружбу. Ну и как отреагировала Динора? Так себе. Она была обескураженная. Веченцо. Ты не представляешь, как мне жаль Динору. Мы должны расстаться. Мне нужно время, чтобы разобраться в самом себе. Ты ей позвонишь? Не знаю. Не знаю. Если ты ей не позвонишь, она поймёт, что ты соврал насчёт симпозиума. И разлюбил её. И всё же, позвони ей. Разрыв должен быть окончательным. Сказать легко, сделать трудно. Только ты можешь это сделать, Фабиан. Само собой, ничего не решится. Не думай, что единственный выход с положением это скрыться. Тебе плохо? Голова разболелась. Фабиан уехал. Уехал? Куда? Не знаю. На какой-то семинар для педиатров. Мы даже не успели попрощаться. Мне сказал его друг. Понятно. Не переживай. Нет, я не переживаю. Я привыкла. С ним мне было спокойно. Но он уехал, и мне одиноко. Нет, нет, ты не одинока. У тебя есть... Я, Ариана, Густаво, Лиза Фернандо и Хуанита. Ты не одинока. Конечно. Меня беспокоит, что он не попрощался. Взял и исчез. Совсем как со мной. Исчез неизвестно куда. Не знаю. Не знаю, что мне делать. Рудольф, наконец-то. Рудольф, не верь ей. Это ловушка. Луиза Фернандо, как это понимать? И почему у дома стоит скорая помощь? Рудольф, я объясню. Понимаешь, Луиза Фернандо решила, что ее заманили в ловушку. Заткнись. Рудольф, и не слушай ее. Теперь я все знаю. В комнате твоей матери стоит магнитофон, понимаешь? Она его включает. И я слышу детский плач. Она тоже в этом замешана. Тише, Луиза Фернандо. Я ничего не понял. Да выслушай меня. Рудольф, послушай. Мне пришлось позвонить в лечебницу. Посмотри, какой погром устроила Луиза Фернандо. Это не я. Я не сумасшедшая. Рудольф, 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 верь мне. Дорогой, ты должен мне верить. Я верю тебе, верю. Покажи, что ты нашла. Идем, идем. В комнату Лилианы. Рудольф, Рудольф, будь осторожен. Она невменяема. Рудольф, осторожно. Луиза Фернандо, я не понимаю. Идем. Что ты хочешь мне показать? Нет. Не может быть. Не может быть. Нет. Ясно, ясно. Они его спрятали. Спрятали. Пойми. Рудольф, ты должен мне поверить. Должен. Вот видишь, Рудольфа, Луиза Фернандо не в себе. Ей нужна помощь врача. Рудольф, умоляю тебя. Не отправляй меня в больницу. Мы только зря теряем время. Тебе может стать хуже, Луиза Фернандо. Заткнись. Не тебе судить о моем состоянии. Луиза Фернандо тебе вредно нервничать. Рудольф, я не нервничаю. Я только хочу, чтобы ты увез меня отсюда. Подальше от этой женщины. Рудольф, пойми, они с Лилианой хотят жить меня сосвету. Успокойся, прошу тебя. Рудольф, верь мне. Эта женщина хочет меня уничтожить. Идем, поговорим спокойно. Ну же, идем. Идем. Я знала. Лилиана прекрасно умеет заметать следы. Пойми, Рудольфо, твоя мама заодно с Алисией. Пока я спорила с Алисией, Лилиана все спрятала. Какая я дура, что оставила им все улики. Ну, а как ты объяснишь этот погром, Луиза Фернандо? Это сделала Алисия Рудольфо, не я. Она хотела свалить все на меня. Рудольфо, клянусь нашей любовью, нашим сыном. Послушай, Луиза Фернандо, я тебе верю. Правда? Ты и правда мне веришь? Рудольфо, не позволяй ей себя обманывать. Она больна. Видишь? Это она все здесь разгромила. Ах ты, тварь! Луиза Фернандо! Видишь? Она сошла с ума. Пусти меня, Рудольфо, пусти. Прошу тебя. Успокойся. Забудь обо всем. И перестань думать о ребенке. Пусти меня, пусти. Рудольфо я позову доктора. Ей надо в клинику. Рудольфо, я не сумасшедшая. Рудольфо. Папа, Игнасио. Слава Богу. Папа, умоляю, спаси меня. Они хотят упечь меня в психушку. Не понимаю, почему Фабиан не позвонил перед отъездом. Раньше он всегда предупреждал. Странно. Надеюсь, дело не в тебе, Динора. Не во мне. Всякое бывает. Часто мужчины, добившись своего, смываются. Густаво, Фабиан не такой. Густаво, как ты мог подумать? Я лишь предупредил. Пожалуй, вам лучше поговорить наедине. Простите. Мама, прости его. Пойми, Густаво за тебя очень волнуется. Ничего, дорогая. Я знаю, что он волнуется, но Фабиан любит меня. Да. Что-то стряслось, иначе бы он позвонил. Конечно. И если он не позвонит, я, наверное, сойду с ума. Успокойся, дочка. В моем присутствии тебя никто не посмеет обидеть. Луиза Фернандо, ты преувеличиваешь? Игнасио, смотри, что она наделала. Это не я. После смерти сына она не в себе, он жив. Папа, поверь, мой сын жив. Луиза Фернандо, успокойся. Заткнись. Мне наплевать, что ты думаешь. Твое мнение меня не интересует. Игнасио, не говори так. Речь идет о твоей дочери. Я желаю Луизе только добра. У тебя нет права распоряжаться ее жизнью. Она моя жена. Насколько я знаю, вы не женаты. Разговор окончен. Идем. Луиза Фернандо. Да, кстати. И ты, Родольф Орис Мэнди, и твоя жена. Знаете, что теперь я стану вашей тенью. Вы оба заплатите за все, что сделали мне и моей дочери. Вы хотели нас уничтожить, но вам это не удастся. Густаво, зачем ты обидел маму? Ведь она по уши влюблена в Фабиана. Я сказал правду. Он ее использовал. Он обещал порвать с ней осторожно. Осторожно? По-твоему, взять и исчезнуть, это осторожно. Алехандро, ему наплевать на всех и на вся. Ему доставляет удовольствие причинять боль женщинам. Не говори так о Фабиане. Отлично. Защищай его. Я не защищаю. Мама может услышать. Густаво. Алехандро, я тут подумал и решил сказать тебе. Что? Я не могу здесь жить. Меня тошнит от одной мысли об этом человеке. Я не могу сейчас бросить маму. А я не могу здесь жить. Не могу видеть, как страдают мать и дочь. Я ни капельки не страдаю. Рад слышать. Значит, у тебя есть дочь, у тебя есть муж. Но ты никого не любишь. Именно поэтому я не могу здесь оставаться. Предупредите мою жену, что я вернулся. Сеньора Белинда, нет, сеньор. Она ушла за покупками. Как? Ушла одна? Она нездорова? Я ее отговаривала, но она меня не послушала. Проклятие. Маурисио, любимый, ты пришел? Да, и очень волнуюсь, дорогая. Зачем ты ушла одна? Милый, не ругай меня. Ты же знаешь, доктор запретил тебе выходить одной. Любимый доктор не подумал, что мне надо дышать свежим воздухом. Имею я право последние дни жизни провести так, как я хочу. Конечно. Просто я боюсь, что тебе станет плохо и... И я умру раньше, чем сказал врач? Не говори так. Никогда. Я пошла купить что-нибудь сыну. Хотела его побаловать. Я обещаю. У него будет все. Все? Кроме меня. Дорогая. Поцелуй меня, Маурисио. Поцелуй. Белинда. Белинда. Белинда, любимая. Белинда, что с тобой? Белинда. Что с ней? Позвоните доктору и сестре. Пусть срочно едут. Да, да. Белинда, любимая. Белинда. Белинда. Входи, входи. Семейка Ари с Мэнди величайшая трагедия моей жизни. Я отомщу им за то, что они хотели погубить мою дочь. Что случилось, сеньор? Это ужасно, Хуанита. Что случилось? Скандал. Дом у Рудольфа. У Рудольфа? Это твой дом, мой дом, наш дом. Но я их вышвырну оттуда. Сеньор, успокойтесь. Как я могу успокоиться? Они чуть не упекли мою дочь в психушку. Что? Но... Но зачем вы туда пошли? Но, Хуанита, так получилось. Прошу, не ругай меня. Мне и так плохо. Конечно, милая. Тебе сейчас лучше прилечь и немного отдохнуть. Иди отдохни, дорогая. Папа, послушай, я не хочу с тобой расставаться. Не хочу. Теперь ты свободен, и я хочу быть с тобой. Конечно, конечно. Подожди немного. Все мы не можем здесь жить. Пока ты останешься тут, а я где-нибудь устроюсь. А потом я исполню любое твое желание. Обещаю. Проводи ее, Альхандро. Хуана. Зачем я ее отпустил? Рудольф, успокойся. Игнасио ее отец? Он из тех, кто не видит своих ошибок и во всем винит других. Алиси, если бы не Луиза Фернандо, клянусь, я... Успокойся, присядь. Ситуация запутанная. Я тоже оскорблена. Но я знаю, что Игнасио неблагодарный человек. Он не признается, что неправ. Никогда. Но я-то в чем виноват? В чем? Мне не нужны его деньги. Я не просил у Луизы Фернандо ни гроша, а он заявляет, что я прибрал ее состояние. Он все перевернул с ног на голову. Мы столько для нее сделали, пытаясь облегчить ее душевные страдания. Меня волнует только здоровье Луизы Фернандо. Надеюсь, сеньор Игнасио понимает, насколько серьезно она больна. Не знаю, Рудольфо. Но я поняла, что Игнасио не успокоится. Ты слышал его угрозы? Да плевать мне на его угрозы. Мне нечего бояться. Что ж, Рудольфо, но надо быть начеку. Игнасио может обвинить нас в чем угодно. Будь осторожен. Угадай с трех раз. Не дурачься, Бун-Бун. Я могу и уйти. Не глупи, садись. Прошу, Бун-Бун. Ладно, что стряслось? Многое. Вот что. У меня к тебе просьба. Я сейчас не могу. У меня нет ключа от квартиры. Хочешь, пойдем в отель? Я не о том, Бун-Бун. Бун-Бун, я хочу увидеть сына. Это невозможно. Он уехал? Он не настолько взрослый, чтобы уехать. Я хочу быть с ним. И с тобой. Правда, Мигель Энрике? Ты хочешь на мне жениться? Больше всего на свете. Обалдеть! Я привезу его, и мы будем вместе всегда. Здорово! Рудольфо! Рудольфо! Что ты делаешь? Я думала, ты собираешься в офис. Я думал, Алисия. Думал. Не знаю. За последнее время столько всего произошло. У меня такое чувство, что кто-то за этим стоит. Кто-то не хочет, чтобы мы с Луизой были счастливы. Рудольфо, с чего ты взял? Ты сделал все, чтобы помочь Луизе Фернанди. Мы все старались ей помочь. Но проблема в том, что, как это не прискорбно, никто не в состоянии ей помочь. Да, но я чувствую, что попал в западню, и мне из ней никак не выбраться. Что ж, Рудольфо, я всегда готова тебя поддержать. надо быть ко всему готовым, Алисия. Покажи мне документы о наследстве. Хочу убедиться, что все законно. О наследстве? О моем наследстве? Алисия, мы должны четко знать, откуда взялись вложенные в фирму деньги. Я... Я надеюсь, ты вступила в права наследования. Да, да, Рудольфо. Ведь я законная наследница. Я сотру их в порошок. В порошок! Я их всех уничтожу. Папа, всех не надо. У меня проблемы с Лилианой и Алисией. Не вмешивай в это, Рудольфо. О чем ты говоришь? Можно подумать, что твой Рудольфо этот вор и убийца не из того же теста? Папа, он не знал о делишках своей матери. Дорогая, яблоко от яблони недалеко падает. Они подстать друг к другу. Нет, папа, нет. Рудольфо добрый. Он другой. Он любит меня. Просто он не может поверить, что мой сын жив, но... Дорогая, что ты говоришь? Рудольфо причинил тебе столько горя. Это он во всем виноват? Неправда. Спустись с небес на землю. Тебе объяснить? Ладно, слушай. Кто из нас всех в конечном счете вышел сухим из воды? Рудольфо. В один день он купил крупную фирму, да еще завладел нашим домом. Когда я был у тебя в больнице, после его прихода появилась полиция и меня арестовали. Теперь он объявляет тебя сумасшедшей. Папа, я не думаю, что Рудольфо способен на такое. Дорогая, это не выдумки. Как ты не понимаешь? Дорогая, пока я сидел в тюрьме, Рудольфо просчитывал, как бы поскорее упрятать тебя в психушку. Он хотел избавиться от тебя. Очнись, дочка, и пойми, наконец, раз и навсегда, что у тебя есть враг. Только один заклятый враг, и этот враг Рудольфо. Нет, папа. Я не хочу это обсуждать. Я больше не могу. Хватит. Это важно, Алисия. Каждый шаг может оказаться роковым для фирмы. И это связано с наследством. Я должен быть уверен, что все в порядке. Рудольфо, все в порядке. Все вполне законно. Ты что, мне не веришь? Нет, нет, Алисия. Я тебе верю. Просто перестраховываюсь из-за сеньора Риера. Понимаю. Уверяю тебя, все абсолютно законно. Мы не должны сомневаться друг в друге. Нам надо действовать сообща. Слышал, как Игнасио назвал нас мошенниками? Алисия, не надо повторять. Я еле сдержался. Не переживай. Теперь я понял, что могу доверять только к себе. Ты спала? Да. Сдремнула. Не могу больше лежать. Тебе надо выспаться. Не получается. А из-за Фабиана я совсем не могу уснуть. Где Густаво? Уехал к родителям. Почему? Вы поссорились? Нет, что ты. Но теперь в доме столько народу. Но он твой муж, а ты моя дочь. Мама, Хуаните и Лизе Фернанди негде жить. И он уехал к родителям. Только ты не уезжай. И Фабиана нет рядом. Не волнуйся, я тебя не оставлю. Никогда. Как она, доктор? Плохо. Очень плохо. Может, в больницу? Нет, нет, ее нельзя трогать. Что это значит? Врать не стану. Болезнь прогрессирует. Но вы говорили ей станет лучше. Сожалею. Здесь медицина бессильна. Я должен вас предупредить. Мужайтесь. Она умирает. Умирает. Этого не может быть. Мы с ней только что усыновили ребенка. Она была так счастлива. Мужайтесь. В конце концов, многие уходят из жизни, так и не познав счастье. как Луиза Фернандо? Плохо. Она без ума от Родольфа. Она не понимает, что жизнь с ним грозит ей катастрофой. Почему, Игнасио? Потому что это правда. Злой рок навис над моей дочерью и этот рок Родольфа Арисменди. Конечно, браки заключаются на небесах, но, по-моему, они любят друг друга. Любят? Не смеши. Этот человек виновен во всех несчастьях моей дочери. Он прибрал к рукам мои деньги. Не веришь? Тогда как он завладел половиной всего, что принадлежало мне? Он меня обокрал. Игнасио, это еще надо доказать? Мне не нужны доказательства, я в этом уверен. Он живет в моем доме, а я буду спать в ночлежке. Спи здесь. Ведь тут твоя дочь. Это неудобно. Игнасио, ты такой смешной. Серьезно? А твой друг? Он поймет? А что? Ну, не знаю, вряд ли он придет в восторг от того, что я ночевал у тебя. Ну и что? Ведь между нами ничего нет? Да, но на его месте я бы приревновал. Игнасио... У меня был бы разрыв сердца. Игнасио... ты ведешь себя как подросток. Я это говорю именно потому, что мы не подростки. Это опасно, Динора. Ты, я, мы, с тобой. Всякое может случиться. Я могу не сдержаться. Вот точно. Верни моего Игнасио и Энрике. Я же сказала, не могу. Я принесу другого ребенка. Мне не нужен другой. Мне нужен только этот. Бонбон, что ты упрямишься? Что с тобой происходит? Раньше мне было все равно. Но этот малыш внук Игнасио. Вдруг они решат провести тест. Ведь у ребенка кровь Игнасио. Я в этом сомневаюсь. Тогда достань другого. Бонбон, я не понимаю. Зачем? Мне нужны двое. Одного я предъявлю Мигелию Энрике, как его сына. Все просто. Мариэлла. Одного Игнасио, другого Мигели Энрике. Ты думаешь, дети, это пара туфель? Дайте этого, нет лучше того. Заверните десяток. Я знаю, что это не пара туфель, но это единственный способ удержать мужчину. Я должна быть начеку. Рудольфо прав. Надо быть готовой ко всему. Нет, я не отдам то, чего добивалась с таким трудом. Нельзя просчитаться из-за из-за этого пьяница Игнасио. Ты необыкновенная, это мне в тебе и нравится. А именно? Иногда ты строга, агрессивна, непоколебима, как заправский адвокат. А иногда ласкова, нежна и мила, как Золушка. Игнасио, ты заигрываешь? Нет, как ты могла подумать? Игнасио. Это чистая правда. Я очень уважаю твоего друга. Ты никогда не изменишься. несправедлива, Динора, я изменился и сильно. Да, верно. Изменился к лучшему. Теперь ты со мной заигрываешь. Только не забудь, я уже занят. Нет. у тебя потрясающая способность заставить меня забыться. Неужели? Например. Это так грустно, я не хочу об этом говорить. Не говори, я все чувствую. Это внутри меня. Да, да, я читаю твои мысли. Ты забыла своего друга? Нет. Нет, не забыла. уверена, когда человек влюблен, он видит только любимого человека. Посмотри на меня. Папа во всем винит Рудольфо. С чего вдруг? Думаешь, именно Рудольфо виноват во всех ваших несчастьях? Не знаю, не знаю, Олехандро. трудно поверить. Если так, он будет самым большим моим разочарованием. Он любит меня, Олехандро. Ты ослеплена любовью, но Игнасио вправе его подозревать. Понимаю, я понимаю папу. Он недолюбливает Рудольфа. Он не верит в нашу любовь. Не знаю, после всего, что было, вы лишились дома. Потом этот детский платье, кроватка, слишком много всего. Олехандро, прошу, перестань. Я больше не могу. Я это говорю, чтобы ты была осторожна, Луиза Фернандо. Они хотят свести тебя с ума. Их ничто не остановит. Это Лилиана. Наверняка Лилиана. А за ней стоит Алисия. А Рудольфо? Тебе не кажется, что он с ними заодно? Фильм, переведенный, озвучен компанией Интракоммуникейшнс. 1999 год. Рудольфо? Рудольфо? Haut money рай лод ты в от в у нез проблем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok